С таким ускорением ротора расквитаться со снегом можно в считанные минуты. Водитель Сергей Кирюшин говорит, есть еще один существенный плюс. В кабине погрузчика тепло и уютно, а все рычаги расположены так удобно, что управлять им одно удовольствие. На этом в основном тротуары. Заехать можно, на большом не заедешь. Поочистить, везде можно проехать, по крайней мере. Ковшины очищены, щетки причесаны. Вся снегоуборочная техника на показе на площади Куйбышева. Первый заместитель главы города Владимир Василенко проверил, как тракторы, погрузчики и КАМАЗы подготовлены к зиме. В данной ситуации, чтобы эта вся техника сработала зимой, и горожане почувствовали улучшение по содержанию уличной дорожной сети, по содержанию придомовой территории, ну и должны сработать все управляющие компании. В этом году по решению главы города Олега Фурсова дополнительно закупили 57 единиц уборочной техники, еще 28 машин для муниципальных управляющих компаний. Сему подготовки к зиме подняли и во время прямого эфира с Олегом Фурсовым на телеканале «Самары ГИС». Кроме того, мы купили 181 снегоуборочный комбайн для бюджетных учреждений, для того, чтобы показать управляющим компаниям пример, как нужно убирать улицы с большей производительностью. Должен сказать, что мной была поставлена задача перед управляющими компаниями также приобрести дорожную технику, необходимую для очистки тротуаров и внутриквартальных проездов. Часть компании с этой задачей справилась. Мы планируем на следующей неделе провести смотр готовности управляющих компаний. И в целом в зимний сезон этого года мы подойдем более подготовленными. Всего на улицах города этой зимой будут работать порядка 300 единиц спецтехники, более 300 дорожных рабочих, а во дворах – дворники. Их бригады, как и бригады кровельщиков, сформировали заранее, еще в сентябре. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов. События.